Всем привет, друзья! С вами Квант. Продолжаем играть в Time Float. Как вы помните, в предыдущей серии у нас появились жесткие проблемы. Наш актив, который мы купили в кредит и который еще не выплатили, сильно просел по деньгам. У нас за 3 миллиона 400 тысяч был куплен и в итоге в 4 раза подешевел после оптимизации нашим Сергеем эту точку фастфуда. Каким образом уж умудрился он таким образом оптимизировать? Видимо, это все-таки игра позволяет так жестко просесть в бизнесе. Но, слава богу, у нас есть запас. У нас все-таки есть средняя недвижимость в 6 лямов. Мы его сейчас будем продавать. К сожалению, я еще не успел, ребят, почитать ваши советы в комментариях, так как серия немножко записывается раньше выхода предыдущего ролика. Поэтому, в любом случае, спасибо за советы. Обязательно я их прочту до конца, поэтому не пропадут ваши советы даром. Итак, что мы делаем? Мы в первую очередь выставляем... Что мы выставляем? Что у нас приносит меньше дохода? 5 лямов и 6 лямов. И тот, и этот на продажу подойдет. Что нам? Дюплекс и офис-лот. Смотрим, что меньше приносит дохода. Офис-лот приносит большие деньги. Выставляем на продажу дюплекс. Дюплекс даже дороже стоит. Хорошо. Ставим на продажу 50% за 6 лямов. Успеем ли мы продать его до момента? Я думаю, все-таки успеем за 6 лямов мы его продать. Я даже, наверное... Да нет, 200 тысяч. Куда нам? Давайте 45% выставим вот таким образом. Вот. 6 лямов, 150 тысяч. Еще на 150 тысяч наваримся на этом моменте. Я думаю, все-таки мы успеем. Если не успеем, то придется за 3 ляма продавать. Либо жадность фраера сгубит, как это обычно бывает, либо мы выигрыши. Посмотрим, в общем. Не суть страшна. С продажи снимать не будем. Нам нужно его продать. Двигаемся. И, может быть, будем надеяться на то, что поправится ситуация с... Киоск у нас растет в цене. Продавец нам предлагает... Вернее, я сам ищу. Актив успешно продан, ребят. У нас есть 6 лямов. Мы... Смотрите, что сейчас делаем. Доходы наши убираются отсюда, естественно. Кстати, сказали в настройках, что можно настроить таким образом, чтобы эти расходы авторазноска по балансу. Галочку ставим, и тогда появится кнопочка разнести автоматически по балансу. Вот так, чтобы меньше занимало это времени. Спасибо за подсказку. Сколько у нас? 6 лямов, денежный поток, минус 75 тысяч. Это нормально. Что мы делаем? У нас появились деньги, чтобы погасить сразу кредит. Мы его погашаем. Расходы авторазнести по балансу. Смотрим. У нас теперь снова нормализовался доход. У нас снова есть деньги, но мы потеряли один бизнес, который нам приносил хорошие деньги. Вернее, одну недвижимость, среднюю. Мы сейчас этим снова займемся. Немного нормализуем наши... Так, авто нам нужно? Авто 22 часа. Нет, есть получше авто, подождем. Нам надо подождать, пока точка фастфуда нормализуется. И только потом. Хотя, зачем? Если у нас сейчас будет какой-то средний бизнес за меньшую сумму, чем 6 лямов, мы сможем его купить. Офис лосс поднимается в цене, все хорошо. Двигаемся дальше. Сегодня нам уже хотя бы надо выкупить всю среднюю недвижимость, которая есть, которая приносит хорошие доходы. Большая трата денег. Вы купили себе мечту детства. Шикарный мотоцикл Сузука. Слегка БУ, но состояние шикарное. Ну, за 42 тысячи это еще по-божески, это нормально. Расходы полторы тысячи. Разносим. Забывай все разносить. Хорошо. Большая трата. Да что за траты? Билеты для всей семьи в самый дорогой театр. Хорошо, берем. Блин, наши деньги тратятся и тратятся. Семинары. Логистика плюс к бизнесу. Мы его однозначно берем. Этот семинар нам понадобится. Деньги пока есть. Снова семинары. Рынок классического искусства. Продвижение художника. Как раскрутить блок. Давайте классическое искусство. Пока деньги есть, будем шиковать. Возможности. Недвижимость. Среднюю, естественно, смотрим. Лям 800. Приносит 34 800 в месяц. Покупаем. Разносим по этим. Итого у нас... Блин, неудобно даже как-то разносить. Как-то самому было приятнее закидывать. Знать конкретно, что я делаю. Идет полное понимание того, что ты делаешь. И откуда у нас идут доходы. Что мы купили? Комнат офис. 34 тысячи он нам приносит. Будем надеяться, что он поднимется. Давайте смотрим. Точка фастфуда. 8 800. Все еще не поднимается. Если так дальше пойдет, я его просто продам. Но не должно было быть так, на самом деле. Так. Вы успешно окончили обучение. Хорошо. Трата денег. 2000 годичный курс изучения английского языка. Мне бы, кстати, тоже не помешало. Поэтому, может быть, как-нибудь. Так. Недвижимость снова. Давайте посмотрим еще раз. 6 миллионов. Доходы 65. Но вот это брать надо однозначно даже в кредит. Даже в кредит брать надо. Надеюсь, в этот раз мы не опрофанимся. Больше 200 тысяч у нас будут траты. Снова. Снова рисковый кредит. Но мы оформляем однозначно. Потому что надо. Надо. Без этого никак. Оформляем. Разносим. Двигаемся дальше. Мы просто немножко экономим на этом времени. Какие у нас еще? Продвижение художника. Поведенческая экономика. Плюс 15% к бизнесу. Давайте что-нибудь попроще пока возьмем. На семинары. Семинары очень важны. Их надо изучить абсолютно все. Резкое изменение курса. Ну, не страшно, я думаю. Трата денег. Ваша кровать треснула прямо посреди ночи. Что же произошло такое? Может быть мы там с женушкой? У нас же уже появилась жена. Помощь родителям. Ваши родители выходят на пенсию. Им потребуется ваша материальная поддержка. Расходы 3000. Потребительская корзина плюс 5%. Хорошо, без проблем. Расходы у нас ежемесячные. И плюс увеличивается процент потребительской корзины. А сколько у нас сейчас уже интересно эта потребительская корзина? Давайте посмотрим. Уже 139 тысяч. Немалая сумма, согласитесь. И знаете еще, что я хотел сказать? Посмотреть на наши цели. Это те цели, выполнив которые мы закончим игру успешно. То есть мы выполним все необходимые. Весь путь к победе мы исполним. У нас, во-первых, должно быть 225 часов свободного времени. День потока превышает расходы. Денежный поток. Более 5 миллионов рублей сбережений. И обеспеченные дети. Надо цель выполнить. Так что по идее нам нужно стремиться к этому. Но я хочу поднять планку выше. Я хочу помимо вот этих всех выполненных целей. Еще и скупить всю среднюю недвижимость. Скупить всю дорогую недвижимость. И какой-то один крупный бизнес иметь. И тогда я буду считать, что у меня цель выполнена. Так как у меня будет бизнес дорогой у себя. У меня скорее всего времени вот этого не будет хватать. Соответственно нужно будет как-то с этим бороться. Ладно. Но мы придумаем потом под конец. Так. Трата времени. В ваших планах произошел незначительный сбой. Но это не страшно. 500 рубликов совсем незаметно. Вы успешно окончили обучение. Наконец-то. Так. Бизнес брать, наверное, сейчас нерентабельно. Сколько у нас хобби? Дюплекс. Лям 700. Но у нас пока нет таких денег. Давайте пока будем отказываться. Хотя малый можно посмотреть. Может быть там какой-то антиквариат выпадет. Трата денег. 53. При обновлении сайта обходится чуть ли не дороже его создания. Да. Сайт нам нужен. Во-первых, расходы в месяц. И плюс стоимость. Это в актив идет. А нет. Это в пассив идет. Боже. Ну ладно. Это в пассив. Веб-сайты и расходы те, которые были изначально, у нас убираются. Хорошо. Двигаемся дальше. 65 тысяч мы получаем в месяц. Деньги у нас поднимаются. Малый бизнес есть? Нет. Нам больше не предлагают хорошие варианты с антиквариатом. К сожалению. Но с антиквариатом можно было неплохо заработать. Тем более у нас есть уже необходимые навыки для этого. Вы успешно окончили обучение блога. Так. Недвижимость нам пока нет денег. Малый бизнес. Репетиторство тоже не интересует. У нас, кстати, большое количество свободного времени. Может быть, какой-то средний бизнес замутить? Пока. Но я не знаю. Продвижение художника. Экономика. Есть деньги? Да, есть. Давайте возьмем. Трата денег 9 тысяч. Долго совещаясь с собаководами, вы заводите себе детскую мечту. Золотистого ретривера. 9 тысяч. Ну, дешевенько как-то покупаем. Но ладно. Расходы. 1700. Расходы растут. С нашим увеличением дохода это нормально. Написание книг. Давайте еще возьмем написание книг. Это крайне важно. У нас сейчас будут еще выше доходы, так как наша книга пользуется популярностью. Вечер встречи выпускников. Ностальгические посиделки немного облегчили ваш карман. 1750. Но это копейки на самом деле. Логистика. Хорошо. Превышается у нас, вернее, что-то мы... Изучили, да, по логистике. У нас процент прибыли от бизнеса увеличился. Трата времени 2 часа не страшно. Двигаемся дальше. Спортивная страховка. Требуется времени, что... На тренировке вы сделали неудачное движение, не удержали равновесие и получили закрытый перелом. К счастью, все стратегии... Срастется и гипс снимут через месяц. По вашей спортивной страховке вы получаете внучшительную премию. Смотрите, нам доход дают. Правда, мы время теряем, но у нас свободного времени, кстати, к счастью, достаточно. Хорошо. Двигаемся дальше. Денег пока нет. Если только малый бизнес, пока какой-то посмотреть. Но кроме антиквариата и написания книг, меня больше ничего в малом бизнесе не интересует. Новый киоск. Давайте посмотрим, что у меня там с точкой фастфуда. Он, конечно, поднимается в цене. Капирайтинг не интересует меня. Поднимается в цене, но очень-очень уж медленно. Бизнес малый, такси. Совсем неинтересно. Образование, конечно. Продвижение. Сотрудники на всю жизнь. 125 тысяч, конечно. Доход от бизнеса 15%. Погнали. Ком-то офис. У нас, ребятки, как видите, недвижимость растет очень хорошо в цене. Как активы, так и доходы. Обновленный деловой гардероб. Но за 53 тысячи это по-божески. Не за миллион же, как было в прошлой серии. Дюплекс. Окончательно закрыт кредит. Блин, а мы уже могли выплатить. А я даже не заметил. Ну ладно. Раскидываем расходы. Итого у нас теперь шикарные доходы, ребята. В 300 тысяч. Семинар продвижения. 15 тысяч в месяц. Мы практически все семинары прошли. В скором времени мы пройдем абсолютно все. А по появлению нового крупного бизнеса появятся новые семинары. Это точно. Недвижимость пока среднюю, наверное, приобретать можем, не можем. Давайте посмотрим. Двушка под ключ. Лям 600. Не очень хочется пока. Без дохода тем более. Но на то, чтобы смотреть. Если смотреть на рост дальнейшей недвижимости, то нормальное приобретение. Вот, наконец. Автолорд Покус. Давайте его, наверное, приобретем. Он нам 25 часов времени сэкономит. В будущем, я думаю, нам это понадобится. Давайте приобретем машину. И погнали дальше. Расходы в месяц. 3,5 тысячи на него. Большая трата денег. У вас угнали автомобиль? Если бы только у вас была страховка. Я только что его купил. Вот несправедливость. Я больше не буду покупать машину. Пока у меня не будет страховки. А как взять страховку на машину? Я бы с удовольствием. Я потерял только что 650 тысяч. Ваша книга продается. Разовый доход лям. А где постоянная прибыль? Вы нашли издателя, который предлагает вам разовую сумму за продажу всех прав на вашу книгу. Слушай. Разовый доход лям меня не интересует. Меня интересует постоянный доход. Вот смотрите. За второй у меня постоянный доход 5000. Разовый доход меня не интересует. Отказываемся. От слям это и много. Но разовый доход меня не интересует. Меня только постоянный. Сократить свой объем работы? Конечно. Надо, чтобы настроение было всегда на высоте. Провести выходные за городом? Конечно. Двигаемся далее. Продвижение художника. Окончили обучение. Новое знакомство с экспертом по предметам искусства и антиквариата. Приятно. Так, где там наше обучение? Вы успешно окончили обучение. Бизнесу плюс 15% к доходу. Приятно. Двигаемся дальше. Но у нас все налаживается, ребята, снова. Но зарекаться особо не надо. Вот такие моменты могут произойти в любой момент. Конец маркетинга. Бизнесу плюс 20%. 500 тысяч рублей обучение стоит. Хорошо. Ежемесячные консультации финансового специалиста. Явно продуктивнее книг и журналистов. Вы решили завести себе личного специалиста. Ежемесячные расходы на него 10 тысяч. Хорошо. Ладно. Пускай будут 10% от бизнеса. Это, мне кажется, неплохо. Ну все. Я думаю, уже имеет смысл. У нас выше ляма. Давайте посмотрим на какой-то... Опа. На триплекс, который приносит 80 тысяч. Кредит дают? Дают. На год не тянем. На три года тянем. На два года не тянем. На три года 200, 200, 200, сколько? Ну 260 тысяч. У нас плюс доход будет хороший. Оформляем. Раскидываем расходы. 257. Сюда и стоимость кредита в пассив. И плюс у нас сразу идут доходы. 80 тысяч. Главное, чтобы сейчас вот то же самое не произошло. Как с фастфудом. И в актив 8 миллионов. Прекрасно, ребята. У нас средняя недвижимость скупается. Блок раскручивается. Доход 10%. В смысле, у меня блок есть? Где мой блок? Ваша книга продается. А где блок? Новый киоск? Сетевой маркетинг? Блога нет. Что-то они... Блок раскручивается. Трата денег. Вы давно мечтали попробовать какой-нибудь заморский деликатес? Ну хорошо. Кредит на мясо. Какой кредит? Что за кредит? Я не понял. А, у нас денег не хватало в смысле? Ну ладно. Денег не хватает пока. Ну да. Даже на мясо акулы нам пришлось взять. Затраты времени изменились на минус 10 часов. Актив. Блогинг. Приятно. А где у меня сам блогинг-то? Я не понял. Блога нет же. А где блогинг? Активы 1000 рублей. А дохода от него нет. Вы видите доход от блога? Или я слепой? И смотрите, ребят. У меня с актива точка фастфуда до сих пор нет дохода. Видите? Дохода нет от точки фастфуда. Его надо продавать. Как только он поднимется в цене. Куда делся мой доход от него? Я не понимаю. Может быть нам еще удастся его как-то. Так. Снова нам предлагают машину. На этот раз я откажусь. Недвижимость. Так. У меня кредиты есть. Давайте с кредитами рассчитаемся. Мясо акулы сначала. Пока. Чтобы брать. Так. 6 лямов. Триплекс. Погасить. Да. Это раскидываем. Двигаемся дальше. Недвижимость рано брать. Мы только что купили. Рисковать нельзя. Слишком сильно. Так. Недвижимость. Ну давай маленький бизнес. Коммерческий пак. Блит. Неинтересно. Новый год. Новый киоск у нас все больше дохода приносит. Новое знакомство с девелопером. Он сможет помочь вам с инвестициями в недвижимость, запуском новых объектов или продажей существующих. Словом полезнейший человек. Может быть он нам поможет как раз с этим активом. С точки фастфуда. Надо было бы с ним как-то пообщаться. Так. Маленькие бизнесы есть какие-нибудь выгодные? Нет. Группа знакомых увеличилась. Время мы тратим на них больше. И то время, которое 15 часов тратили, убирается. Сейчас на 5 часов больше на них время приходится тратить. Хорошо. Малый бизнес. Нейл сервис неинтересен. Сотрудники на всю жизнь наконец-то закончили обучение. Офис лофт у нас увеличивает доходы. Февраль. Погнали дальше. Это все за счет образования, за счет семинаров, за счет наших навыков. Бизнес маленький. Пока не интересен. Так. У нас полляма есть. Комната офис растет. Меня больше всего вот этот актив интересует. Он, конечно, поднимается в цене. Как только в районе 3 лямов будет, я его просто продам. Комиссии книги. Вот. Вот они. Постоянные доходы, ребят. 60 тысяч в месяц регулярные доходы. Да. Мы соглашаемся на это. И распределяем доходы за книгу. Теперь за книгу мы ежемесячно получаем 60 тысяч с продаж. Представляете? За одну книгу написанную. Вот это доходы. Вот это мечта, я думаю, любого писателя. Блог популярен. А где? Ваша книга продается. Новый киоск. Сетевой маркетинг. Я не вижу моего блога. Видимо, какие-то неполадки в этом прохождении произошли. Вы оптимизировали актив блога. Доход от актива изменился. Затраты на него. Стоимость актива изменилась на 89 тысяч. Подожди. Актив так сильно поднялся. Да, 90 тысяч сейчас стоит. Был что-то в районе десятки. Большая трата денег. Не страшно. Я не вижу дохода от блогинга. Подожди. Копирайтинг. Это не то. Недвижимость мы уже можем покупать. Хотя, я думаю, еще вряд ли. 5 лямов нам надо. Пока давайте откажемся. Давайте посмотрим, какие средние бизнесы есть. 400 тысяч. 60 часов времени. Поставка оргтехники приносит нам 34 тысячи. И вырасти рентабельность 100%. Это неудачный бизнес. Скажу сразу. Он нам не подойдет. Обеспеченные дети. Может быть, уже в скором времени сумеем выполнить. Давайте еще средний бизнес посмотрим. Рентабельность 110%. Маловато. Брокерская компания. Доходы до 66. Могут вырасти. Стоимость бизнеса 700 тысяч. Тоже мне он не нравится. Затраченное время не посмотрел. Сократить объем работы, естественно. Так. Деньги растут. Новое знакомство. С человеком, который называет бизнес ангелами. Он может помочь вам с инвестициями в бизнес. Стартом новых проектов или продажей существующих. Прекрасно. Это те люди, которые будут нам помогать продавать наши бизнесы выгодно. Вы успешно окончили обучение. Нам, ребятки, не надо мутить какой-то бизнес. Однозначно. Или давайте недвижимость сначала и среднюю посмотрим. Офис на первом этаже. 2 ляма 900. 3 часа. В перспективе вырастет на 20%. Стоимость. Ну, неплохо. В любом случае мы в плюсе останемся. Вот только с фастфудом нам не повезло. Не хватает. Возьмите в кредит. У нас и так уже кредит на 5 лямов есть. Давайте пока откажемся. Постараемся выплатить кредит, наверное, сначала. Потому что разовый денежный поток тоже не такой большой, как хотелось бы. Сейчас, ребята, учитывая то, что мы уже 3 сотни, по-моему, за кредит платим, возможно, улучшение без вложений. Это всегда приятно. Триплекс растет. Возможность улучшения при небольших вложениях, конечно, улучшаем. Образование берем, берем, вернее, дизайн, мышление, бизнес, плюс 15%. Хорошо. Доход у нас прекрасный. Ноябрь. Движемся дальше. Финансовые пирамиды. Естественно, отказываемся. Но, может быть, как-нибудь потом ради интереса вложимся. Так, может быть, еще какой средний бизнес посмотрим. 105 тысяч. Действующий бизнес. Охранные предприятия. Рентабельность до 140%. 120 часов затрачивать время на бизнес не хочется. Лучше на крупный бизнес, ребята. На средний даже уже не хочется смотреть. Залили водой. 100 часов времени потребуется. Но это ерунда. Время у нас навалом, слава богу. Без штрафов работаем. Резкое изменение курса. Так, новый киоск растет. От малых бизнесов, я думаю, даже избавляться не будем. Будем зачем. Возможность улучшения, конечно. 850 вливания. Деньги у нас есть. Вливаем. Вы оптимизировали. Комната офис. Вот, ребята, стоимость актива изменилась на миллион. То есть, минус миллион. Еще раз смотрим. Комната офис. Как оптимизация может ухудшить стоимость актива? Я не понимаю. Офис лофт поднялся. Доход от него. Резкое изменение курса. Еще у нас, как актив, точка фастфуда у нас не поднимается больше. Мы сильно опрофанились, покупив его. Точка фастфуда, ребята, запомните и больше не покупайте его. Я, наверное, сейчас до полтора ляма дойдут, не дойдут. Трата денег, деловых костюмов уже даже больше, чем надо. А вот в чем вы собираетесь ехать в морской круиз? Пора за покупками. Сто тысяч мы потратим. Хорошо. Так, дюплекс тоже падают доходы почему-то. У нас все, все семинары, все высшие образования, все управления временем у нас изучены. Но в будущем, как только у нас новые бизнесы появятся, которых у нас еще не было, у нас появятся новые семинары. Недвижимость ляма 700. Здание кафе 111 тысяч приносит. Вот это самый рентабельный бизнес, который можно купить средний. Насколько я помню, это самый рентабельный бизнес. И от него не стоит отказываться. Давайте попробуем оформить кредит. У нас 229 чистых вливаний. Так, на два года нам одабривают. 163 плюс 48, это 200 тысяч. Но у нас 100 тысяч вливаний будет сверху. Главное не опрофаниться. Оформляем. Раскидываем расходы. Чтобы вы понимали, мы пол ляма в месяц выплачиваем только за кредиты. Ребята, это не есть хорошо в реальной жизни. Но в бизнесе, если вы разбираетесь, то я думаю, это имеет место быть. Но только если разбираетесь. И если только у вас есть хорошие знакомые, которые могут быстро сориентироваться и быстро... Опа-на! Средства бизнеса. Вот то самое выгодное предложение, которое я ждал уже очень давно. Нам дают 5 лямов без процентов. Просто дают 5 лямов денег сразу. И вы потом будете выплачивать все это постепенно, по частям. Стоимость услуги стоит всего 5000 рублей. То есть, ваш знакомый предоставляет вам эти 5 лямов от своего банка без процентов. Представляете? Конечно, мы его берем. Конечно, мы его берем. Не важно, на какой срок мы его берем. Вообще не важно. Хоть на 5 лет. 83 тысячи. У нас какой доход? 96. Давайте оформлять. Это очень хорошее предложение. А сколько у нас денег? Оформляем. Пускай даже на 5 лет мы вообще ни копейки не переплатим за это предложение. И мы сумеем сразу выплатить какие-то наши кредиты. Я думаю, сейчас посмотрим. Расход сюда. Стоимость кредита сюда. Даже на 5 лет взяли. Все приятно. 5000 ему за это заплатили. За то, что он предоставил нам такую колоссальную возможность. Дальше. Что у нас по кредитам? 5. 122. Смотрим сюда. Вот 3 ляма. Здание кафе. Триплекс. Давайте вот это, наверное. Здание кафе. Триплекс. Здание кафе. Вот. Здание кафе я хочу погасить. Погашаем его. Раскидываем расходы. И у нас остается лям 300. У нас доходы выросли 225. Прекрасно, ребята. Это все наши знакомые. Финансовая пирамида. Не надо. 225. Новое знакомство. Налаживание деловых связей из Китая. Приятно. А что мы как с Китаем будем взаимодействовать? Наверное, плюс к бизнесу будет как-то. Полтора ляма у нас есть. Можно еще какой-то... Ой, сетевой ресторан. Подожди. Мы его разве не взяли? Возьмите в кредит. Мы разве его не оформили? Подожди. Сетевой ресторан. Нет? Триплекс, дюплекс. Здание кафе. 7 лямов. 141 тысяча нам приносит. Конечно, оформляем. Естественно. На сколько лет дают нам? Так, на 3 года. 153 плюс 68. Это что-то в районе 210-220. Да? 220. У нас доход 220 как раз. И 140 будет сверху. Оформляем, конечно. Раскидываем расходы. Покупаем недвижимость. Раскидываем активы, доходы. Время затраченное на это все дело. Итого у нас денежный приток 103 тысячи. У нас висит 3 кредита. Очень крупных. Мы выплачиваем за кредиты, ребята. Вы только посмотрите, какую сумму. 220-250. Это полмиллиона. Почти 600 тысяч в месяц выплачиваем только за кредиты. Но это не страшно. Один из кредитов у нас беспроцентный. Средства для бизнеса. А эти у нас процентные. Их надо максимально быстро погасить. По возможности. Двигаемся дальше. Но у нас есть активы. У нас активы есть. И они растут. Дюплекс. Здание кафе. Вот за 7 лямов. Сетевой ресторан взяли. Это прекрасно. Надо их выплатить. И потом уже можно первые шаги делать на крупную недвижимость. Трата времени. Хорошо. В общем, сейчас просто ждем. Просто копим деньги. Вы оптимизировали. Триплекс. Почему снова минуса? Доход в плюс, а актив в минус. Не совсем понятно. Ну да ладно. Ресторан. Возможности улучшения. Блин. Лям 400. Снова брать кредит. Невозможен, кстати, кредит. Слава богу. Ладно. Хоть не буду себя мучить этим. Но в будущем, я думаю, возможности улучшения еще появятся. Сентябрь. Хорошо. Что-то у нас Серега этот. Неправильно как-то оптимизирует свои активы. Не совсем понятно почему-то они сильно в минуса уходят. Вы успешно окончили бизнес. Вот опять. Дюплекс. Минус 3 ляма. Что это такое? Дюплекс. Нет, тут 8 лямов. А если вот так сделаем? А если вот так сделаем? Нет, 8 лямов. Все нормально. Не знаю почему. Ладно. Видимо, я что-то неправильно понимаю. Трата денег. Расширение бизнеса требует расширенной же цифровой поддержки. 10 тысяч расходов в месяц. Ну, нормально пойдет. 125. Сетевой ресторан снова улучшение. Кредит невозможен. Поэтому мучить себя не будем. Возможностей пока нет. У нас вливаний и так много очень. Резкое изменение курса. Хорошо. Ждем выплаты. Сегодня надо по-любому расплатиться со всеми кредитами. Я надеюсь, у нас это получится. И потом можно уже, во-первых, попробовать взять крупную недвижимость. И, во-вторых, попробовать исполнить нашу мечту. Обеспеченные дети. Новые знакомства с куратором галереи современного искусства. Прекрасно. Офис-лофт. Минус 2 тысячи. Доходы падают почему-то. Трата денег 25. Вы давно мечтали попробовать какой-нибудь заморский деликатес. Но мы пробовали уже, кажется. Серега, ты что? Забываешь свои? Трата денег 6 тысяч. Ваш диетолог подсадил на диету. Ну, ладно. Диетологу виднее, я думаю. Плюс 2 тысячи. Здание кафе нам приносит. Дюплекс плюс 1200. Бизнесы. Лям 200 у нас снова появляется. Есть еще какие-то средние бизнесы? Есть. Дом на окраине. Лям 900. Возьмите кредит. Кредит можно взять. Но мы пока не будем этим заниматься. Сначала давайте расплатимся с теми кредитами, которые уже есть. Тринплекс. Кстати, уже можем выплатить. Семинар новый появился. Плюс к бизнесу, конечно, берем. Появился новый семинар. Можно было его выплатить. Кредит вот этот. Но не успели. Уже семинар оплатили. Так, образования нет. 800. Еще чуть-чуть и ждем. Прекрасное у нас настроение. Это очень хорошо. Маленький бизнес есть? Какой-нибудь антиквариат? Настройка компьютеров неинтересна. Лям. Больше ляма. Здесь меньше ляма. Давайте вот это погасим. Погасить. Чего? Не можем погасить. А сколько? А, у нас 800. Пока не можем. Подождите. Пока погасить не можем. Вот сейчас, наверное, можем. Так, провести выходные за городом, конечно. Гасим, гасим вот это. Погашаем. Да. Раскидываем все наши доходы, расходы, которые были. Теперь у нас вливание еще крупнее стало. Возможность. Но вливание теперь у нас большие денежные в месяц. Поэтому можно еще какую-то недвижимость посмотреть. Хотя наличных денег мало, поэтому давайте пока без недвижимости. Давайте бизнес маленький посмотрим. Тоже нет. Крупные бизнесы пока не смотрю, ребят. Потому что они достаточно дорого стоят. А там могут быть проблемы. Я крупные бизнесы начну смотреть только после того, как у меня будет крупная недвижимость. Чтобы был какой-то запас, был какой-то резерв. Без этого нельзя смотреть. Коммерческий паблик. Август. Хорошо. Резкое изменение курса. Так, двигаемся дальше. Вливание хорошее. Семинаров нет. Образование все высшее получили. У нас лям 300 есть. Что у нас по кредитам? Сетевой ресторан 3200 еще надо выплатить. Это не обязательно выплачивать. И тут у нас нет переплаты по процентам. Соответственно, он как идет своим чередом, так пускай идет спокойно. А сколько мы... 18 лет уже в игре, ребята. Боже. Это долго на самом деле. Почему-то я слишком медленно развиваюсь в этот раз. Ну ладно. Так. Пока не смотрим. Ничего. Приложение неинтересно. Триплекс растет. Так. Тут у нас ничего интересного. Ноябрь. Советы. Советы не нужны. Без советов обойдемся. Длительный семейный тур. Вот, ребята. О чем я и говорил. Нельзя рисковать. Нельзя рисковать тем, что у вас мало наличных. В любой момент может произойти вот такое. От которого нельзя отказаться. Длительный семейный тур по странам Европы. Ежедневные экскурсии, престижные отели, горы сувениров. То есть, видимо, жена капает. Типа, отпуск нужен. Все идут. У нас хорошие доходы. У нас только недвижимость. А мы не можем съездить в отпуск, что ли? Давай, вот за миллион съездим. И отказаться никак нельзя. Вот. Поэтому приходится иметь запас всегда наличных. Слава богу, он у нас есть. И я не поторопился. Так. Недвижимость. Запас будем держать. Чтобы миллиона два было у нас. И в Ливане антивирус хорошо справляется со своей работой. У нас снова новогодние праздники. В отпуск, я думаю, уже съездили. Киоск дает большую прибыль. Двигаемся дальше. Сколько у нас там по кредитам осталось? 2 600. У нас скоро уже будет. Мы сумеем его выплатить. Обеспеченные деньги. Давайте на следующий год, как раз на 20-летие, мы обеспеченных денег попробуем обеспечить наших детей. Пока отказываемся в этот раз. Там можно было уже взять в кредит. Но в этот раз пока отказываемся. Недвижимость. Нет, отказываюсь. Мне надо кредит выплатить и детей обеспечить на 20-летие. Это все-таки юбилей. В соответствии с текущим рынком у нас растут прибыли. Трата времени 2 часа немного. Возможности отсекаем пока все. Образование у нас изучено все. Комната офис. Комната офис приносит доходы. Диетическое питание. У нас 6 тысяч расходов уходит. Важная информация. Ваш знакомый брокер считает, что от акций компании нанотех вскоре могут сильно упасть. Но нам это не интересно. Трата времени тоже небольшая есть. Возможности не рассматриваем. 2 200, 2 300. Убираем. Выплачиваем сетевой ресторан. Погасить, погасить. Убираем расходы. Итого у нас, ребята, смотрите, какие денежные вливания в месяц. А сколько наличных осталось? 13 тысяч. Вы успешно окончили обучение. Здание кафе приносит деньги. Давайте посмотрим на наши активы. Сейчас мы уже сумеем обеспечить своих детей однозначно. Мы по-любому возьмем кредит. У нас будут и наличные. Достаточное количество. К 20-летию надо обязательно это сделать. И давайте посмотрим на наш актив, который точка фастфуда называется. Все остальное выросло в цене достаточно хорошо. Хоть были и вливания в них, но тем не менее, смотрите, офис-лот как сильно вырос. Сетевой ресторан так, чутка. Триплекс как сильно вырос. А вот точка фастфуда, его надо продавать. Он больше, видимо, не вырастет. Хотя, кто его знает? Он нам и денег не приносит. Он должен полтинник нам приносить. Нету точки фастфуда. Его надо просто продавать. Я не знаю, что с ним случилось. Может быть, он просто сгорел. Может быть, там просто участок остался. Как уж умудрился Серега так оптимизировать? Продаем мы его. Знаете, за какой процент? За 1%. За 1 миллион 370 тысяч рублей. Покупали за 3-400. То есть, даже наполовину дешевле не сумеем продать. Но 1% это очень низкий процент. Я думаю, у нас получится. Давайте попробуем. Так, бизнесы нас не интересуют. Не удалось найти покупателя. Ну, конечно. Мы в течение года этого покупателя будем искать. Страта денег. Я думаю, не страшно. Не удалось найти покупателя. Май. Не удалось найти покупателя. Где у нас там по поводу детей? Ремонт закончить невозможно. 100 тысяч вливание требует. Хорошо. Покупатель не нашелся. Не удалось. Сетевой ресторан растет. Все прекрасно. Вот почему с фастфудом-то? Не удалось. Я уж обрадовался. Но там такой характерный приятный звук должен быть. Резкое изменение курса. Июль. Не удалось. Большая трата 9. 9 тысяч в месяц. Но это немного для нас. У нас, смотрите, уже сколько денег. Я сейчас коплю на обеспечение детей. Там что-то 5 лямов, кажется, надо. И потом уже будем думать дальше, что делать. Здание кафе. Возможность улучшения. Обязательно вливаемся. Деньги пока есть. Обязательно вливаемся. Трата времени. 10 часов. А что случилось? Цена какая-то. Рабочий день. Не удалось найти покупателя. Но с одни процентным шансом мы это будем искать, конечно, долго. Недвижимость не хочу пока смотреть. Я хочу дождаться нового года и продать эту никчемную... Никчемный актив. На котором мы сильно прогорели. Так, дальше двигаемся. Образование не нужно. Ждем нового года, ребят. Ждем наших возможностей. Трата денег. 175. Семейная поездка по городским. Не удалось все-таки. Может быть, все-таки под Новый Год хотя бы удастся продать? Нет? Целый год мы продаем эту. Резкое изменение курса. Не удается продать. Новогоднее. Готовимся к праздникам. Конечно. Не удается продать. Вы оптимизировали. Снова на 3 ляма здание кафе. Подожди-ка. Здание кафе. Нет. В цене не упало. Слава богу. Стоимость актива изменилась на минус 3 миллиона 100 тысяч. Я правильно понимаю? На минус 3 миллиона 100 тысяч. Здание кафе. Он в плюсе. Все нормально. Новый киоск наоборот прибавил. С Новым Годом. Освобождает 50 часов времени. Не удалось найти покупателя. А где наши эти... Возможность для детей? Тут уже и наличные деньги. Ну, давайте мы пока от всего откажемся. Пока детей не обеспечим. У нас уже 20 лет прошло. Я просто жду сейчас возможности обеспечить детей. Ну, или что ждать? Давайте большой домик. Вот за 3 ляма. На 26 он нам приносит. Актив, я думаю, хороший. Раскидываем. Ладно. Не дождались мы. Не сумели продать. В любом случае, комната офис приносит нам деньги. Образование уже больше не нужно. Продать не удалось. А сколько он стоит сейчас? Лям 100 также. Недвижимость есть какая-то средняя? Небольшой дом за 3 ляма тоже приносит. Есть у нас 3 ляма. Но почти можно в кредит взять. Ну, давайте возьмем. На 1 год выплаты маленькие. Быстро расплатимся. Берем. Раскидываем. Хорошо. Двигаемся дальше. Здание кафе. Дюплекс. Сейчас, видимо, где-то летом должно появиться. Не удалось продать. Небольшой дом. Возможность улучшения. Конечно. Улучшаем. Что у нас там? Небольшой дом. Мы погашаем. Расходы раскидываем. 132 тысячи. Прибыль колоссальная. Недвижимость не смотрим, наверное. Ух ты. Офис на первом этаже еще есть. За 54 тысячи. Можно кредит? А, невозможно кредит почему-то. Но у нас вливание-то колоссальное же в месяц. Большой дом. Возможность улучшения. Ну что, мы сегодня не дождемся, да? Обеспечить детей. Сетевой ресторан. Ведь уже 21 год скоро. Я все-таки хотел как-то на юбилей это сделать. Апартаменты. 37. Ну, апартаменты мы вроде покупали. Отпуск. Снова, что ли, отпуск? Каждый год на лям отпу... Отдыхать? Придется кредит брать, ребят. Придется брать кредит. На один год нам одобряют. Оформляем. Раскидываем расходы. Идем в отпуск. Один месяц ждем. Кредит. На тур по Европе. Расплатились, что ли? Расходы в охотничьем клубе какие-то. Не удалось найти покупателя. Мы уже второй год ищем покупателя. Возможно, пока нет. Средства для бизнеса у нас спокойно выплачиваются ежемесячно. Кстати, мы их тоже можем выплатить спокойно. Проводим выходные. Ну, давайте дождемся еще года, я думаю. До Нового года дождем. Я думаю, там уже должно появиться возможность. Недвижимость пока покупать не имеет смысла. Потому что денег нет. Вы оптимизировали небольшой дом. Как у нас с активом небольшого дома? Нормально растет. Нормально растет. Может быть, информация неправильная, ребята, отображается. Я не совсем понимаю. Трата денег 12 тысяч. Не удалось найти покупателя. Блин, мы найдем этого покупателя? Нет. За 1% кто-то купит. Вернее, с вероятностью в 1%. Если что, придется немножко поднять. Ну, хотя бы до 10. До 10, если поднять, 100% продаться. Так, бизнес нам не надо пока ничего. Не нужно ничего. От всего отказываемся. Снова большой дом оптимизировали. Я надеюсь, оптимизировали. Вот она, успешная продажа. Все, отлично. Теперь осталось дождаться Нового года. Распределяем стоимость и время, которое тратили на него. У нас доходов от него вообще не было. Соответственно, мы ничего не потеряли. Точка фастфуда, блин. Вообще нерентабельная. Недвижимость смотрим. Давайте посмотрим недвижимость. Старый дюплекс. 66 тысяч. Берем в кредит. Не важно. Так, на 1 год. 125. Да, конечно. Вливаемся. Расходы. Оформляем. Раскидываем. Погнали дальше. У нас все равно вливания большие. Возможности большие. Отказываемся. Декабрь. Скоро Новый год. Недвижимость. Отказываемся. Мне, кстати, говорили, ребят, что есть вот такая возможность продать эту возможность, которую нам предлагают. Есть такая возможность за 110 тысяч хотя бы. Но я не знаю, что-то сколько раз я не пробовал. Но давайте вот попробуем. Не знаю, тут процент не указывается, с какой вероятностью. Давайте за 110 тысяч попробуем продать данную возможность. Новый киоск улучшил результаты. Возможность. Ну, давайте еще раз попробуем какой-то офис. Эту возможность тоже попробуем продать за 170 тысяч. Не удалось найти. Не удалось найти. А где там про детей-то? Я не знаю, раз в три года, что ли, уже 21 год прошел. Ну, видимо, да, ребят. Что-то, видимо, мы уже никак не дождемся. Давайте, значит, мы уже дождемся этого момента в следующей серии. От недвижимости тоже пока... Хотя, не знаю, есть там какие-нибудь? 2 300. В принципе, хватает. 15 часов. Но не хочется уже много времени тратить на это все дело. То есть, недвижимость с большой тратой времени не хочется приобретать. Поэтому я эту возможность... Нет. Эту возможность продаю за 115 тысяч. Может быть, кому-то пригодится. В общем, давайте на этом моменте закончим. Продолжим в следующей серии уже. Я надеюсь, что в следующей серии мы уже сумеем исполнить нашу мечту для наших детей. Обеспечим наших детей. До этих моментов мы еще дойдем. Будем, я думаю, уже в следующей серии скупать крупную недвижимость. Ну, и, я думаю, со временем, в ближайшем будущем, выполним все наши цели и не прогорим. Все, ребята. С вами был Квант. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok